По итогам прошлого года в Чувашии увеличился индекс промышленного производства. Высокие темпы роста в сельском хозяйстве. Экспорт продукции достиг рекордных отметок. Какие задачи стоят перед аграриями? Что планируется сделать для повышения качества жизни за чертой крупных городов? Подробности у Дмитрия Ковалева. Аллах, Дмитрий Николаевич, самый лучший менеджер комитета в области, Дмитрий Николаевич, праздник вам взаимоприятного видения. Спасибо. Во многом благодаря эффективной бизнес-стратегии одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса занимает лидирующие места в так называемом клубе производителей-миллиардников. На заводе продолжают расширять географию продаж. Чувашские конфеты уже поставляют в Китай. В сфере АПК республики доля экспорта достигает 25 миллионов долларов. Спрос у нас идет 9% к уровню прошлого года. Ну, 70% не дойдем, но, наверное, где-то 65-67% будет, наверное, я думаю. Это тоже вообще. Это, ну, для меня показатель хороший. В Российской Федерации нормы потребления по кандидатским изделиям мы достигли этого объема. Ну, человеческого потребления. Ну, на максимуме. Для агропромышленного комплекса республики открывается необъятный рынок. Спросом пользуются сыры, сливочное масло, йогурты. Для того, чтобы наращивать объемы выпуска продукции, в Янтиково намерены возвести новый молочный комбинат. Михаил Игнатьев отметил, что у аграриев региона большие перспективы. Мы создавали благоприятную среду для ведения бизнеса в сельхозпроизводстве и будем создавать. Дополнительные инвестиции будем привлекать. Но наша задача – внедрять высокотехнологичное производство, где производительность труда будет намного выше. Одним из таких высокотехнологичных проектов стал агрокомплекс, работающий под Новочебоксарском. И это только первый этап. До конца года здесь намерены возвести новые теплицы, чтобы выращивать огурцы и томаты уже для продажи в другие регионы и зарубеж. Импортозамещение – главная задача реализуемой программы развития АПК. Мы отставать в этой конкурентной среде не можем, поэтому наши производители сельхозяйственной продукции, организации пищевой перерабатывающей промышленности, 31 страну мира продают свою продукцию экологически чистую, качественную. Инвестиции на развитие сел заложены в бюджете. Только в рамках указа главы региона муниципалитетам выделят полтора миллиарда рублей на благоустройство дворов. Районные власти уже готовят проекты. У нас молодежные улицы есть, третья, пятая. Мы там тоже сейчас пока дороги нет, мы планируем стоянку и освещенную тротуар. Сейчас новая же программа есть, мы это тоже туда включаем. Одно из условий комфортного проживания вне мегаполисов – это голубое топливо. Десятикилометровый газопровод в прошлом году был подведен городу Канаш. Этим же газопроводом мы обеспечиваем кольцевание двух АГРС. Канаш и Янтиков запустили. И кроме того, тот объем, который можем обеспечить, еще на десятилетия, еще для города Канаш хватит. От газопровода, подведенного Канашу, голубое топливо получат и резиденты индустриального парка. Глава региона отметил, что для развития промышленной зоны муниципалитета созданы все условия. В ближайшие годы здесь должны быть реализованы инвестиционные проекты. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Валерий Лизюков. Республика.